Из вежливости жду, пока ты выговоришься. Ну и что? Мне и ночью звонят. Раньше ты представлялась как гражданин СССР. Да-да-да-да-да-да-да. А сейчас как? А как же гражданин СССР? Где ваше чувство такта вообще? Вы вообще знаете, что такое чувство такта? Да где же вы умеете, если постоянно перебиваете? На самом важном вопросе. Все вроде взрослые люди, а чувство такта вообще никто не слышал ни разу через такое. Почему народ так легко и быстро перебывается? Вот у меня вот в этом вопрос. Ну когда я понял, что это такой же траст, как и РФ, она мне стала неинтересна. Все, я не интересуюсь вообще, не рассматриваю, не обсуждаю. Ну ты же представился гражданином из-за этого. Да-да. А сейчас ты из этой корзины вылазишь, говоришь, не, я не грусть. Я там белый гриб. Ты не знал, что ты живой? Ты каждому слову ищи определение. Собака гражданин. Почему? Огражден, ограничен в правах и свободах на определенной территории. Ну так разбирайтесь в каждом слове. А то система и будет давить тех, кто не понимает, о чем он говорит. Вот вы используете слова, а значение этих слов не знаете. А то все говорят физическое лицо, физическое лицо, а что это никто не знает. Неоспоримое. Есть у тебя такое определение? Про слово гражданин я тебе сказал. Попробуй оспорь. Универсальное определение, которое подходит ко всем, к любой ситуации, к любому времени. И неоспоримо. Прости их творец, ибо не ведают они, что творят. Каждому слову у себя в голове дал четкое универсальное определение. Даже важно не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это живой человек по имени Антон? Возможно. Я бы хотел у вас совета попросить. Слушаю. Ну, я представлюсь так же, по имени Гаджи. Живой мужчина по имени Гаджи. Вот. И у меня просто не получилось с вами раньше связаться. Об вас я услышал уже давно. Вот. У меня не проблемы, а вот с налогами вопрос. Я в том году не платил, ничего не делал. Они сами сняли с меня налоги. В этом году бумажка пришла от них, от налогового. Я распечатал конверт и отправил, написал там текст, чтобы рекомендовались статьей там кодекса, налогового кодекса. Там я не помню, какая статья. Одиннадцатая, по-моему, или пункт второй, по-моему, по это, что там граждане отменяют, ну, освобождают от уплаты налогом. Чтобы предрекомендовались этой статьей, я им бы на фоминт, ну, как указал. И, ну, и так все, и отправил. Ну, после этого пришла еще одна бумажка. Просто я хотел поинтересоваться, что можно предпринять, какие бумажки. Я по вашим роликам походил, по скидкам, но почему-то не нашел подсказки по налоговым, что и как-то предпринимать. Все правильно, потому что про налоговый я еще ничего не рассказывал. Не рассказывал? Не, ну, что-то, по-моему, летали в каких-то роликах о налогах. Я искал, искал, так и не нашел. Ну, думаю, позвоню, узнаю, порекомендую. Ну, как, спрошу совет. Может, поможете? Может, попробовать что сделать? Отправить письмо. Так а что они за бумажки-то прислали? Ну, вот этот квиток об уплате, там, сумма, там, квитки, QR-код, вот это все дела. Квитанты, так скажем. И как будто они передали это в суд, как бы, судебное постановление. Сейчас просто она не при мне, эта бумажка. Там, я мельком помню, указывали, там, платить какие-то там, чтобы... И срок уплаты, сроки уплаты налога, так скажем, земельного и гражданства. Так, передали или передадут в суд? Не, ну, по почте пришло. Ты вопрос не услышал. А, понял. Слушай внимательно, что написано конкретно? Этот, передали в суд или передадут? Передали, скорее всего, да. Или уже судебное, это... Из суда бумажка, что ли, пришла? Я так... Просто бумажки нету, чтобы посмотреть и точнее. Так что смотреть, надо читать внимательно. Давай, может, тогда я этот... Ознакомлюсь с бумажкой подробно, чтобы лучше изложить там, что сказано. И чуть попозже перезвоню. Да мне не важно, что там написано. Я знаю, что делать. А. Мне что... Это может какой-то сайт, если скинешь, по WhatsApp есть. Ну, как, у меня данные в этом группе... Советский Сургут, по-моему. Да, Советский Сургут. Ты там скидываешь ролики, ну, твои... Ну, и информацию твою скидываешь. А, да, я через эту группу свой телефон и узнал. Гаджи, я просто же вот из вежливости жду, пока ты выговоришься. А, все молча. Во-первых, тебе нужно узнать, что происходит вообще в судах. Если какое-то дело, заходишь на сайт суда, то есть вычитаешь внимательно опять свою вот эту бумажку, точнее ихнюю, что там конкретно написано. Подали, не подали, неважно, короче. Если они что-то там написали про суд, то эту информацию надо проверить. Заходишь на сайт суда и в разделе там «Дело производства» ищешь по фамилии персоны. Ну, да, ты там за полгода возьмешь. Нажмешь поиск, он тебе покажет все дела по таким-то персонам с такой-то фамилией. Так ты узнаешь, есть что-то там в судах или нет. Это нужно сделать для... Ты где, в большом городе живешь? Я в Сургуте живу. В Сургуте? Да, да, да. А, тогда заходишь на городской суд сургутский, смотришь. И на мировые тоже. Уже... Я тебя разбудил? Да. Разбудил? Ну и что? А, ну... Мне ночью звонят. Ну, я не стал вчера звонить, но это просто. Я отмерялся, так все. Просто если человек в беде, то неважно там сколько времени. Хорошо. Ну, у тебя-то не беда, у тебя так... Ну да, просто, скажем, препятствия. Так, а ты им отправлял, говоришь, да, в сиятели, что там... Да, ну там я представлялся как гражданин СССР, вот, в том письме. Ну, это было вот в октябре-секабре. В сентябре. А сейчас как-то хочется? Сейчас, этот... Ну, письмо тоже давно пришлось. Сейчас, на данный момент, тоже в сургуте. Ну, прикольно. Оборонного снялся? Нет, я вопрос к тому введу, что... Раньше ты представлялся как гражданин СССР. Да, 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 да. А сейчас как? Ну, сейчас вот посмотрел твои ролики, более телесообразные, думаю, представляют именно живым человеком. А как же гражданин СССР? Ну, не знаю, там, я не знаю с этим как делать. Просто более телесообразный и, этот, как живым человеком идти, чем гражданином СССР. Слушай, ну, как так? Сначала все это... Получается, сначала все были гражданами РФ, потом вдруг... Ну, в тот момент я не знал о этом, как бы... Ты зачем угонил? Перебивать меня постоянно или, слушай... Слушай, слушай... Идти твое налево, вы че все звоните, вообще никакой культуры общения. Вы мне звоните и постоянно меня перебиваете. Зачем вы мне звоните, я не понимаю. Где ваше чувство так-то вообще? Вы вообще знаете, что такое чувство так-то? Откройте Википедию, почитайте. Наслушать так умею. Да где же вы умеете, если постоянно перебиваете? На самом важном вопросе... Все вроде взрослые люди, а чувство так-то вообще... Никто не слышал ни разу, что это такое. Ты мне скажи, вот как так? Раньше все были гражданами РФ. Потом вдруг все осознали, что они граждане СССР. Потом появилась тема живых, и все вдруг стали живыми. Слушай, а если завтра появится тема мертвых, что все сразу станут мертвыми, что ли? Почему? Почему народ так легко и быстро перебывается? Вот у меня вот в этом вопрос. Я вот тему СССР, я как бы изучал ее, но когда я понял, что это такой же траст, как и РФ, она мне стала неинтересна. Все, я не интересуюсь вообще, не рассматриваю, не обсуждаю. Вот мне непонятно, ты вот это, вот ты так легко, ты, как сказать, ты же был убежден, что тема СССР работает, раз ты и пользовался. Ну, я только попробовал попользоваться. Пока написал ответ, и мы все, и больше ничего не делал. Ну, ты же представился гражданином СССР? Ну да, да. Ну, как говорится это, назвался груздем, полезай в корзину. А сейчас ты из этой корзины вылазишь, говорит, ниже, говоришь, не, я не грусть, я там белый гриб, я вообще не в корзине должен жить, а это в грибнице, то есть я живой гриб. Так выходит. Не, это просто об этом, о живом человеке я просто ничего не знал. Ну ладно, все, я не знал. Я не знал, я вот начал слушать, может, неделю назад об этом. Ты не знал, что ты живой? А, что живой? Нет. Не задумался на эту тему, что вот так вот можно поймать дело. Что гражданин, это тот же, гражданин, душевный человек, можно сказать, это тот же шраб, тот же шраб. Нет, гражданин, каждому слову ищи определение. Гражданин, это тот, не важно кто там, человек там, не важно кто, можно даже животным назвать гражданином. Вот собака, которая живет в приюте, находится на цепи или там в будке, в клетке, вот она, можно сказать про нее, что она гражданин. Собака гражданин. Почему? Почему? Потому что гражданин, это тот, кто буквально ограничен, ограничен в правах и свободах на определенной территории. Ясно? Да. Ну так разбирайтесь в каждом слове, а то вы спрашиваете, что такое гражданин. Ну вот это там как-то вот и все. Как-то кому-то может, и это сразу видно, как на чистом листе, а мне, например, надо разъяснять. Я понимаю, что происходит что-то не то, и что-то надо подпринимать. А вот как именно, какой дорожка лететь, я уже чисто вот пошел по ЭТСР, но не вижу, что все молчит. То есть ничего, ни с места не движется, никаких движений, никаких изменений. Все как вот система как давила, так она и давит. Хотя общаясь, ну, скажем так, с единомышленниками, все идет нормально, все путем, все наши, 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 а где наши, так и не видать. А мне-то жить надо. Так система и будет давить тех, кто не понимает, о чем он говорит. Вот вы используете слова, а значение этих слов не знаете. Вот в твоем случае я четко слышу, что ты не понимаешь вообще, о чем ты говоришь, не осознаешь. Разберись в каждом слове. Что такое подпись, что такое роспись, что такое гражданин, что такое физическое лицо. Вот сейчас, через два часа на моем канале будет видео о таком понятии, вот об этой фразе, что такое физическое лицо. Посмотри внимательно. Ты поймешь, ты у тебя хоть будет понимание, что такое физическое лицо. А то все говорят физическое лицо, физическое лицо, а что это никто не знает. Согласен. Насколько я понимаю, ну как. Да понимают все по-разному. Нужно четко универсальное определение. Неоспоримое. Есть у тебя такое определение? Нету. Про слово гражданин я тебе сказал. Попробуй, оспорь. Не смогу, наверное. Ну это потому, что ты не разбирался в каждом слове. Вот в твоем случае надо в первую очередь разобраться в каждом слове. Каждому слову нужно свою трактовку, четкую трактовку, хотя бы свою придумать. А еще лучше универсальное определение, которое подходит ко всем, к любой ситуации, к любому времени. И неоспоримо. Вот когда разберешься, тогда ты начнешь осознавать, что ты говоришь вообще. Кем ты представился, когда написал, что ты гражданин? Ты сам себя ограничивал в правах и свободах на определенной территории. Логично? Ну да. Ну а зачем вы так делаете? Вы творите то, что не осознаете. Как говорится, прости их творец, ибо не ведают, а не что творят. Ну да. Вот один в один. Ну и на данный момент мне казалось, я много знаю. А сейчас даже будучи пять минут с тобой пообщавшись, я понял, что я ничего не знаю. На нулевой стадии. Прозрение, так скажем. Слова используешь, слова знаешь, значит уже не нулевая стадия. Я же тебе говорю, берешь и прямо в поисковике, я так изучал все, я в поисковик. Слово требую, что означает? Раз, нашел. Слово ходатайство, что означает? Раз, нашел, разобрался. Каждому слову у себя в голове дал четкое универсальное определение. Вот этим займись. Вот когда ты это все начнешь осознавать, что ты вообще говоришь, что ты, что, даже важно не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь. Потому что все твои слова рождаются из мысли. И вот когда ты начнешь правильно мыслить, осознавать, что ты мыслишь, какими словами, вот тогда ты по-другому начнешь мыслить. А когда будешь по-другому мыслить, ты по-другому будешь разговаривать и действовать. С этого все начинается? Ну, разговор хороший получился, продуктивный. Можно размещать? Ну, да. Для меня поучительный как-то. Для всех можно размещать? Да, конечно, можно. Почему? Угу. Благодарю. Я не могу. Благодарю. Угу. Есть вопросы еще? Ну, если возникнут, то обращайся. Добро, добро. Давай, будь добро. Давай, счастливо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok